Время новостей на нашем телеканале. В студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Время новостей на нашем телеканале. Бывший депутат-социалист Алла Долинца обвиняется в незаконном принятии финансирования партии социалистов со стороны преступной организации. Информацию подтвердили в прокуратуре по борьбе с коррупцией. Гололёд отправил в больницы десятки людей. Только за последние сутки в столичный институт неотложной медицинской помощи обратились более 130 человек. Туман и обледенение дорог создавали трудности и на национальных трассах. Зарплаты бюджетников со следующего года увеличатся на 1300 леев. А пенсии будут проиндексированы всего на 14%, а не на всю величину инфляции, то есть на 30%, как предусматривает действующее законодательство. На это, как заявил министр финансов Дмитрий Трубудянский, нет денег. Зато зарплаты министра вырастут почти на 2000 леев. Оклады судей также будут скорректированы с учетом инфляции. Экономический эксперт Серджио Унгуряно говорит, что такое повышение заработной платы не приносит справедливости в общество. Для того, чтобы помочь гражданам справиться с инфляцией, зарплаты бюджетников, независимо от их размера, в следующем году будут увеличены на 1300 леев. На эти цели будет выделено 3,7 миллиарда леев. Как заявил министр финансов Дмитрий Трубудянский в эфире программы на Реалитате Лайф, если бы правительство повысило зарплату на основе эталонного значения, то для тех, у кого она сейчас составляет 4000 леев, прибавка была бы минимальной. А тем, у кого высокая зарплата, пропорционально и прибавка была бы выше. Вот почему, по его словам, было решено дать прибавку всем в одинаковой фиксированной сумме. На большее увеличение денег нет, сказал Будянский. Соответственно, политике заработной платы на следующий год было принято решение увеличить все зарплаты на одинаковую фиксированную сумму – 1300 леев. Мера была принята в ее нынешнем виде для защиты низкооплачиваемых работников. У людей, у которых зарплата 5000 леев, будет 6300 леев, то есть увеличение составит 20%, а у тех, у кого 10 тысяч леев и более, увеличение составит 10-13%. Это максимум того, что мы можем сделать. Мы понимаем, что этого мало и что хотелось бы большего. Однако есть и исключения из правил, признал министр. Речь идет о некоторых категориях бюджетников, которые получат прибавку более 1300 леев. К ним относятся сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, некоторые работники Центра избиркома и Совета по телевидению и радио. А зарплата министров увеличится почти на 2000 леев. Есть исключения по этим 1300 леям, а также изменения величины с 1400 до 1900 леев для министров, генеральных директоров и руководителей автономных учреждений. Стоимость этой меры составляет 4,5 миллиона леев. Сюда не входят депутаты, президент страны, премьер-министр и председатель парламента. Это небольшое отклонение от общего правила в 1300 леев для всех бюджетников. На данный момент министры получают около 15 тысяч леев. Глава Минфина также сообщил, что из-за нехватки средств, пенсии в апреле следующего года будут проиндексированы только на 14%. Хотя, согласно действующему законодательству, индексация пенсии на 2023 год должна производиться на величину инфляции, зафиксированную на конец 2022 года, то есть не менее 30%. Однако, как сказал Будянский, средств хватит только на индексацию на 14%. Зато судьям, согласно решению Конституционного суда, заработная плата будет пересчитана с учетом среднегодового уровня инфляции. Учитывая, что инфляция снижает ценность заработной платы и подрывает финансовую безопасность, Конституционный суд постановил, что вознаграждение судей должно быть защищено от денежных колебаний. Эта цель может быть достигнута путем корректировки заработной платы в соответствии с уровнем инфляции или другими механизмами, учитывающими эволюцию цен на основные товары и услуги. Это решение Конституционного суда основано на обращении Высшего Совета Магистратуры, который оспорил некоторые положения закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. До 2018 года зарплаты судей начислялись на основании закона о заработной плате судей и прокуроров, сейчас на основании закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Высший Совет Магистратуры настаивает на возвращении к прежней формуле, согласно которой зарплаты судей начислялись, исходя из среднемесячной зарплаты по экономике, умноженной на три. Конституционный суд не удовлетворил этот запрос, но постановил, что зарплаты судей должны быть пересчитаны с учетом среднегодового уровня инфляции. Согласно расчетам, после этих корректировок заработок судей в 2023 году увеличится примерно на 20%. Как пишет портал Бизлоу, сейчас, например, заработная плата судей высшей судебной палаты с 16-летним стажем начинается от 30 тысяч. Между тем, как заявил бывший премьер-министр Ион Кику, благодаря сентябрьской поправке депутат от ПДС Дана Перчуна, оклад секретаря Конституционного суда был увеличен на 15 тысяч леев. Если вы думаете, что до повышения он получал учительскую зарплату, ошибаетесь. До сентября 2022 года, когда ПДС изменила закон 270-2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, зарплата секретаря Домники Маноли составляла около 28 тысяч леев в месяц. Таким образом, теперь секретарь получает зарплату в размере 43 697 леев. У этого генерального секретаря также есть заместитель, у которого около 40 тысяч 500 леев, написал Ион Кику в социальных сетях. В то же время экс-премьер утверждает, что председатель Конституционного суда Домника Маноли обратилась к председателю парламента Игорю Гроссу с просьбой о повышении зарплат судям Конституционного суда. На этот раз примерно на 25 тысяч леев, так что их зарплата составляет примерно 67 тысяч леев в месяц. Если парламентское большинство удовлетворит этот запрос, то всего за год зарплата судей КС увеличится более чем на 130%, отметил Ион Кику. Напомним, в конце прошлого года заработная плата судей Конституционного суда была увеличена примерно на 13 тысяч леев. Мы попытались получить комментарии на эту тему у Даны Перчуна, а также у Домники Маноли, однако они не ответили на звонки и сообщения. По мнению экономического эксперта Серджио Унгуряну, но такое непропорциональное увеличение зарплат для разных категорий бюджетников, как предлагает правительство, не приносит справедливости в обществе. Мы видели заявление Конституционного суда, который в некотором роде практически заставляет парламент и всех, кто принимает решение увеличить зарплаты судьям на гораздо большую сумму. А для остальных бюджетников предлагается незначительная корректировка, что никак не решает проблему расходов, которые сильно выросли и затронули семейный бюджет каждого. Также не было упомянуто о корректировке зарплат в частном секторе или о каких-либо средствах, позволяющих сделать эти корректировки возможными, чтобы владельцы бизнеса или те, кто управляет бизнесом, могли повысить зарплаты своим сотрудникам. Ранее Национальная конфедерация профсоюзов заявила, что не согласна с решением правительства установить минимальную заработную плату на следующий год на уровне 4 тысяч леев. Профсоюз потребовал установить ее в размере 5 тысяч леев. Представители конфедерации заявили, что при инфляции в 34% низкооплачиваемым бюджетникам становится все труднее жить. Согласно официальной статистике, в Молдове из 700 тысяч работающих граждан около 300 тысяч работают на государство. Правительство одобрило проект закона о государственном бюджете на 2023 год. Документ предусматривает доходы в размере 64,9 миллиарда леев и расходы в размере 83,2 миллиарда леев. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит более 18 миллиардов леев. Документ раскритиковала Башкан Гагаузии. Ирина Влаг была недовольна тем, что министры получили документ всего за два часа до заседания и даже не успели его изучить. В ответ премьер-министр заявила, что не хотела бы повторять порочную практику предыдущих правительств, но уточнила, что рассмотрение проекта нельзя откладывать, поскольку иначе не получится принять его в двух чтениях в парламенте. По словам министра финансов, следующий год ожидается достаточно сложным с экономической точки зрения. В этих условиях, говорит Будянский, решение одно – взять как можно больше взаймы и провести эти реформы так, чтобы расходы были более эффективными. Прогнозируется средняя инфляция на уровне 15,7% с увеличением экспорта всего на 1,4% и импорта на 3,2%, что указывает на замедление экономической активности для Республики Молдова. И рост средней заработной платы в экономике на 13,8%. То есть в 2023 году прогнозируется около 11 700 леев. Почему 2023 год будет таким трудным? Потому что расходы гораздо быстрее приспосабливаются к инфляции, чем доходы. Доходы отстают и образуется эта разница. Мы не можем резко сократить новые расходы, потому что это также означало бы сокращение жизненно важных программ государственного сектора. В этих условиях решение практически одно – взять как можно больше взаймы и провести реформы, чтобы сделать расходы более эффективными. На следующий год доходы оцениваются в 100,7 млрд леев, что на 10,6% больше, чем в 2022 году. Расходы оцениваются в 119,2 млрд леев, что на 12,9% больше, чем в текущем году. Дефицит составляет 18,5 млрд леев. Доходы государственного бюджета мы прогнозируем в размере 64,9 млрд леев с ростом на 9,3% по сравнению с бюджетом 2022 года. Доля доходов государственного бюджета по отношению к ВВП оценивается на уровне 21%. Доходы от налогов и сборов составляют 56,9 млрд леев. В эту категорию входит практически 87,8% всех доходов. Рост по сравнению с 2022 годом составляет 9,6%. Согласно документу, проект закона о государственном бюджете на 2023 год предусматривает увеличение бюджетов ряда министерств. Список возглавляет Министерство труда и социальной защиты с бюджетом в 5,9 млрд леев, что на 2,9 млрд леев больше, чем в текущем году. Повышенное внимание будет уделено сфере обороны, которая получит из госбюджета 1,6 млрд леев, что на 650 млн леев больше, чем в текущем году. В следующем году у Минздрава бюджет будет в 2,4 млрд леев, на 318 млн леев больше, а у МВД 4,3 млрд леев, на 272 млн леев больше. На образование будет выделено 3 млрд леев, а бюджет Министерства юстиции составит 1 млрд леев. У Минфина бюджет составит 1,6 млрд леев, рост на 87 млн леев. У Министерства культуры будет чуть более полумиллиарда леев. Согласно документу, минимальная заработная плата по стране будет повышена с 1 января 2023 года. Таким образом, при полном рабочем графике в среднем 169 часов в месяц она составит 4000 леев согласно решению правительства. На заседании Башкал Гагаузи попросила перенести рассмотрение проекта закона о государственном бюджете на 2023 год на другое заседание. По ее словам, такой документ нельзя рассматривать в спешке. Проект бюджета появился буквально сегодня на сайте Министерства финансов в 12 часов дня. 5 декабря, в понедельник мы прочитали о том, что инициируется процедура подготовки. Сегодня в 12 часов дня были объявлены публичные консультации. С 12 часов дня до 3 часов всего лишь 3 часа для проведения публичных консультаций. Я не знаю, насколько это достаточно. Мы, члены правительства, получили этот документ в час дня. И я уверена, что ни один из наших коллег не успел проработать этот документ. Согласно закону, 15 дней надо использовать для того, чтобы проконсультироваться и изучить этот проект. Это проект будущего года. Это важный документ. И мы должны его обсудить и внутри правительства, и между коллегами, для того, чтобы понимать, с какими вызовами мы столкнемся и что мы будем делать в 2023 году. Поэтому я предлагаю перенести рассмотрение проекта бюджета на 2023 год на другое заседание. В ответ премьер-министр заявила, что проект нельзя откладывать, но признала, что правительство следует порочной практике предыдущих кабминов, когда проект закона о государственном бюджете представляли общественности в день его принятия. Действительно, не очень приятная ситуация. Это не впервые в Республике Молдова, когда готов проект в последний момент. Я бы не хотела повторять порочную практику предыдущих правительств, но мы в последний момент договорились с Международным валютным фондом о получении дополнительных средств на повышение зарплаты. И это повлияло на возможность предложить окончательный документ. Я согласна, что времени мало, но больше откладывать нельзя, потому что иначе нам не удастся принять бюджет в двух чтениях в парламенте. Поэтому прошу вас ознакомиться с документом и обсудить его. И если есть принципиальные вопросы, поговорим с коллегами в парламенте, чтобы внести поправки во втором чтении. Проект государственного бюджета на 2023 год должен быть обсужден и утвержден в трех чтениях парламентом. Илон Шор требует от президента отправить действующее правительство в отставку и предлагает свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы вывести страну из кризиса и бедности, в которых она оказалась. Это заявление было сделано сегодня на национальном конгрессе «Мы – Молдова», организованном партией Шор в Аргееве. Лидер формирования выступил с обращением к народу, в котором представил свое видение выхода из нынешней ситуации, которую считают катастрофической, и заявил, что готов привлечь в страну инвестиции в размере 10 миллиардов евро, которые будут направлены на развитие республики. В ходе конгресса «Мы – Молдова», организованного партией Шор, председатель формирования Илон Шор заявил, что готов занять пост премьер-министра и привлечь в страну 10 миллиардов евро – инвестиции, которые выведут Молдову из бедности. Мне удалось собрать группу инвесторов, которые уже завтра готовы вложить в Молдову 10 миллиардов евро. Половина денег, которых придет, будет на условиях 20-летнего кредита со ставкой 1% годовых. Вторая половина – прямые инвестиции в нашу экономику. Илон Шор представил инвестиционный план, который, по его словам, поможет республике Молдова сразу же выйти из кризиса и создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест. В социальной сфере, согласно плану, будет полностью компенсирована разница между старыми и новыми тарифами на природный газ, электричество и тепло. А каждому домохозяйству будет предоставлена единовременная компенсация в размере 10 тысяч леев. Также предусматривается удвоение пенсии и зарплат медицинским работникам. Кроме того, Илон Шор обещает расширить список компенсируемых лекарств, модернизировать оборудование во всех региональных больницах и создать сеть аптек во всех населенных пунктах. В первую очередь мы намерены дать тотальную компенсацию на разницу тарифа на электроэнергию, тепловую энергию и природный газ для населения. Для создания минимальных условий пенсионерам необходимо увеличить пенсии вдвое, чтобы минимальная пенсия составила 4 тысячи леев. Заработные платы медицинских работников. Минимум мы обязаны их поднять в два раза. Срочная закупка машин скорой помощи. Удвоение бюджета предусматривается и в сфере образования. Илон Шор рассказал об обеспечении учащихся двухразовым питанием, реорганизации и модернизации профессионально-технического образования и исключении платы за обучение в государственных вузах. Также в приоритетах увеличение зарплат учителей в два раза, прекращение практики закрытия сельских школ и модернизация инфраструктуры. Необходимо немедленно остановить сокращение школ, особенно в сельской местности. Требуется укрепить материально-техническую базу, а также удвоить бюджет для дошкольных учреждений. Незамедлительное выделение одного миллиарда долларов на тотальную реконструкцию и строительство новых автомобильных дорог. Строительство не менее пяти автомобильных мостов между республикой Молдова и Румынией. Также средства будут выделены на модернизацию железной дороги, строительство международного авиаузла и малых атомных электростанций для обеспечения энергетической независимости страны. А инвестиции в сельское хозяйство составят 300 миллионов евро. Илон Шор также говорил о необходимости сохранения нейтрального статуса страны и отверг идею объединения с Румынией, заявив, что Молдова – это Молдова, а не чья-то колония. Участники Конгресса приветствовали предложения политика и, в свою очередь, заявили, что в настоящее время с трудом справляются с повышением цен. Если бы все депутаты были как Илон Шор, мы бы сейчас жили намного, намного лучше. У нас уже 30 лет независимости, но за 30 лет ничего не сделано. Мы поддерживаем его проекты, мы поддерживаем его и хотим, чтобы господин Илон Шор стал премьер-министром. И продукты, и газ, и свет – все должно стать дешевле. Думаю, это будет самой большой помощью для нас. Пусть уйдут эти правители наши, которые ничего не могут. Обещали, но ничего не могут. Дорого, очень дорого. Подождите, что не пришли эти бумаги, которые будут в тройни в четыре раза дороже. И так не было возможности платить. А сейчас тем более не будет возможности. Мы имеем две тысячи пенсии. Я могу прожить, оплатить и кушать. Мне кушать ни одной копейки не остается. В Конгрессе приняли участие и депутаты от партии Шор. Организаторы форума заявили, что несмотря на давление, которому подвергаются члены партии, борьба против действующей власти будет продолжена. Люди хотят жить по-новому. Люди хотят дождаться тех хороших времен, которые обещала нам партия Пасха, дошли на выборы. Поэтому активность и дальше растет. Мы, конечно, выдвигаем и продолжаем. Мы настойчиво требуем досрочных выборов, смены правительства. По данным партии Шор, в мероприятии приняли участие более трех тысяч человек, в том числе руководство формирования, депутаты, представители районной и муниципальной администрации, советники со всех районов и населенных пунктов. Мы обратились за комментариями по поводу заявлений и обвинений, прозвучавших на Конгрессе «Мы, Молдова», к представителям власти. Пресс-секретарь фракции ПДС Адриана Влас написала в сообщении, что не комментирует эти действия. Аналогичный ответ пришел и от пресс-секретаря администрации президента Ирины Гатишан. Пресс-секретарь правительства Анастасия Табурчану на звонки и сообщения не ответила. Ранее президент Майя Санду на встрече в Гагаузии заявила, что нынешняя власть не намерена уходить и прилагает все усилия, чтобы помочь гражданам. Пресс-секретарь правительства Анастасия Табурчану недавно сообщила ТВ6, что населению страны будут выплачены компенсации, а повышение тарифов на энергоресурсы связано с кризисом в регионе, вызванным военными действиями в Украине. А министр труда и социальной защиты Марчел Спотарь ранее заявлял, что большинство потребителей получат поддержку от государства. Напомним, 30 ноября Наре одобрило повышение тарифов на электроэнергию для потребителей «Премьер Энерджи» и «Фея Норт». Потребители, проживающие в центре и на юге страны, сейчас платят 5 леев 91 бан за 1 кВт-час, а на севере республики 5 леев 60 банов. Министр инфраструктуры Андрей Спыну на днях пообещал, что тарифы на электроэнергию могут быть снижены после того, как в правобережную Молдову вновь стала поступать электрическая энергия от молдавской ГРЭС. Тариф на газ на данный момент составляет почти 30 леев за кубометр. По прогнозам Национального банка, потребительские цены в Молдове продолжат расти, а пик годовой инфляции будет достигнут в четвертом квартале и составит 34%. Снижение инфляции начнется только со следующего года. Ее рост Национальный банк объяснил энергетическим кризисом и ростом цен на энергоносители обусловленным ситуацией в регионе и войной в Украине, вызвавшей рост потребительских цен. Для поддержки населения власти будут использовать механизм компенсации, которые будут выплачиваться в соответствии с категориями уязвимости. Продолжаем выпуск. Бывший депутат-социалист Талла Долинца обвиняется в содействии незаконному финансированию партии социалистов. Информацию для ТВ-6 подтвердили в прокуратуре по борьбе с коррупцией. Обвинение о фальсификации государственных документов и причастности к нелегальным схемам финансирования политформирования экс-парламентарию предъявили накануне. На просьбу ТВ-6 предоставить комментарий Долинца ответила отказом. Между тем, ее бывший коллега по партии депутата блока коммунистов и социалистов Богдан Цирдя в интервью нашему телеканалу назвал происходящее политической расправой с целью уничтожить оппозицию. По данным прокуратуры по борьбе с коррупцией, бывший депутат-социалист Таллинца Алла обвиняется в том, что в период с 2018 по 2020 год действия в составе организованной преступной группы Дадон вместе с Игорем Дадоном и несколькими социалистами, среди которых Зинейда Гречана и Корнелио Фуркулица и другие лица, стала соучастницей осознанного принятия финансирования политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» со стороны преступной организации «Плохотнюк», говорится в электронном сообщении прокуратуры по борьбе с коррупцией в адрес нашего телеканала. Экс-депутату также инкриминируют соучастие в фальсификации официальных документов несколькими лицами, соучастие в фальсификации отчетов о финансовом управлении по СРМ в 2018 и 2019 годах и отмывание денег, организованной преступной группой. Наш телеканал обратился к Али Долинце за комментарием, однако, не дослушав полностью вопрос, она прервала звонок. Бывший коллега Долинцы по партии, депутат от БКС Богдан Цирдя, назвал выдвинутые обвинения политической расправой власти в отношении оппозиции. Все эти глупости и высосанные из пальца обвинения – политический заказ, направленный на уничтожение оппозиции. Неужели непонятно, что это попытка уничтожить всех, кто им противостоит? Против всех, кто критикует Майя Санду, дела открывают словно на конвейере и закрывают в отношении тех, кто ее хвалит. ПДС медленно, но верно превращается в организованную преступную группу, которая защищает всю мафию. На просьбу прокомментировать пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас отправила нам сообщение, в котором отмечается, что представляемое ею политформирование не комментирует обвинения. Аналогичный ответ последовал и от пресс-секретаря администрации президента Ирины Гатишан. В электронном письме, поступившем в наш адрес из прокуратуры по борьбе с коррупцией, говорится, что учреждение оставляет за собой право не комментировать сообщения провокационного характера. Ранее прокуратура отрицала какое-либо влияние в отправлении правосудия. Президент Майя Санду неоднократно отвергала свою причастность к вмешательству в правосудие и подчеркивала, что не дает указания прокурорам и судьям, а только просит их выполнять свою работу. В начале сентября прокуратура провела обыск в доме Аллы Долинцы, фигуранта уголовного дела по обвинению бывшего президента Игоря Дадона. Там были обнаружены и изъяты несколько электронных носителей информации и черновики, которые, по данным следствия, относятся к материалам уголовного дела. Долинцы была депутатом с декабря 2014 года по июль 2022 года. Она ушла в отставку из-за разногласий по поводу войны в Украине. Тогда же она покинула ПСРМ. Следует отметить, что главный обвиняемый по делу о незаконном финансировании партии социалистов бывший глава государства Игорь Дадон. Его обвиняют в пассивной коррупции и получении финансирования почти на миллион долларов от бывшего лидера ДПМ Владимира Плохотнюка и одного из его приближенных Сергея Яралова. Ранее Игорь Дадон назвал это дело политическим, а выдвинутые против него обвинения необоснованными. Власти страны и прокуратура обвинения со стороны Дадона отвергли. В партии социалистов также отрицают, что формирование финансировалось из незаконных источников. Что касается Зинаида Гречаны, то ПСРМ ранее заявляла, что бывший председатель парламента одна из самых честных политиков, а обвинение в ее адрес абсолютно необоснованный выпад. Еще один фигурант дела депутат-социалист Корнелию Фуркулиц заявил, что все это фальшивка и ложь. Что касается Владимира Плохотнюка и Сергея Яралова, то прокуратура ранее сообщала, что их местонахождение не установлено, а уголовное расследование может быть завершено и в их отсутствии. Яралов никак не отреагировал на эти заявления. А Владимир Плохотнюк в интервью отметил, что комментариев по этому поводу не давал и не будет этого делать, пока дело находится в суде и есть вероятность того, что прокуратура может запросить заявление по этому поводу. В деле Кулек бывшего президента Игоря Дадона обвиняет во взяточничестве и незаконном финансировании ПСРМ преступной организацией. По версии обвинителей, в июне 2019 года бывший глава государства запросил и принял от 600 тысяч до 1 миллиона долларов США от Владимира Плохотнюка и Сергея Яралова, одного из приближенных политика. Оба пока никак не отреагировали на решение прокуратуры. Перед судом Дадон заявил журналистам, что дело против него первое в истории страны против бывшего главы государства. Он отметил, что любое решение может создать прецедент и сомнения. Ранее Дадон отрицал все обвинения в свой адрес. Тариф на электроэнергию может снизиться и в январе, если соглашение с Молдавской ГРЭС будет действовать и дальше. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире «Воча Бессарабии». Если нам удастся сохранить этот контракт, как мы и говорили, на январе, февраль и март, в январе у нас может быть еще одно падение. Опять же, все расчеты должно делать Наре, которая является структурой, которая за это отвечает. Напомним, 5 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре текущих цены и обязала поставщиков премьер Энерджи и Фея Норд подать заявки в Наре в течение одного дня после подписания контракта на поставку электроэнергии от Молдгресс. Нашим корреспондентам, связавшимся с представителями поставщиков, ответили, что не знают, когда заявки будут поданы, поскольку пока их специалисты проводят расчеты. Также нам не смогли сказать, насколько снизятся тарифы, хотя в понедельник вице-премьер Андрей Спыну заявил, что это может быть 25%, что составит около 4 леев за 1 кВт-час. Это стало возможным после того, как Энергоком подписал в конце прошлой недели договор на поставку электроэнергии с Молдгресс, которая обязалась поставить в декабре около 204 тысяч мегаватт-час на правый берег Днестра по цене 73 доллара США. В настоящее время Молдова покупает электроэнергию в Румынии по 90 евро за мегаватт-час, а также на международном рынке через аукционы, а иногда и в срочном режиме по средней цене 231 евро за мегаватт-час. В Бельцах с 1 января стоимость проезда в троллейбусе может увеличиться с 3 до 6 леев. Об этом сообщает телеграм-канал Белтс Онлайн. Здесь опубликовано фотообращение о повышении тарифа, которое, как утверждается, подписано директором муниципального предприятия троллейбусного управления Еленой Максимчук. Цитируемый источник сообщает, что решение будет принято 9 декабря на внеочередном заседании муниципального совета. Соответственно, вырастет и стоимость проездных. Детский будет стоить 100 леев в месяц, для взрослых 300, для студентов 150. Бельские власти эту информацию пока не подтвердили. Приемные заместители примара муниципия Геннадия Шмульского нам обещали, что передадут нашу просьбу, однако получить комментарий так и не удалось. Напомним, в этом году стоимость проезда в Бельцах уже повышали. С 1 апреля она выросла с 2 до 3 леев. В Кишиневе проезд на общественном транспорте подорожал до 6 леев с 1 июля. За последние 24 часа в Институт неотложной медицинской помощи обратился 131 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести, подскользнувшись на улицах столицы, рассказали в пресс-службе медучреждения. В свою очередь в Примырии прокомментировали ситуацию с гололедом. Накануне на улицах Кишинева образовался гололед. Из-за этого пешеходам приходилось осторожно передвигаться по городу, однако без травм все же не обошлось. Я вчера в 10.30 шла с работы, подскользнулась, был лед. Подскользнулась, упала на руку и вот травма. Сейчас рентген буду делать, посмотрим, что скажут. Похожие истории произошли и с другими пациентами. Домой шел, подскользнулся на лестнице и поломал руку. Привезла скорая сюда. Шла на работу, спускалась к остановке, к рабочему транспорту и упала. Шла с работы вечером. Вчера подскользнулась и упала. И не знаю, гипс, не гипс. Сейчас посмотрю. Пресс-секретарь Института неотложной медицинской помощи подтвердила нашему телеканалу информацию о том, что за последние сутки в приемное отделение поступило свыше 130 человек. За последние 24 часа в больницу скорой помощи обратился 131 человек. Все они получили различные травмы из-за погодных условий. Вывихи, ушибы, растяжения. У 32-х человек переломы ног, лодыжек или плеча. Они госпитализированы. Возраст пациентов от 30 до 70 лет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и находятся в состоянии средней тяжести. Горожане, которых мы встретили на улице, тоже поделились своими опасениями по поводу вчерашнего гололеда. Я чуть не упала лицом в землю сразу же. Но сейчас уже получше. Гололед был страшный. На самом деле. Это все, что я могу сказать. Ну, было очень скользко. Я шла от зубного врача. И там буквально метров сто мне пройти. Было скользко. Очень осторожно шла. Что могу сказать? Надо осторожно. И надо посыпать, может быть, дороги или что-то, чтобы было все это ухоженно. И люди могли и на машинах, и пешком дойти до места, куда им нужно. Начальник муниципального управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаки объяснил, почему в городе возникла такая ситуация и сколько противогололедного материала заготовила мэрия. Это и вчерашнее явление не было. Даже по прогнозам мы не могли ее выявить. Это случилось после пяти часов вечера. Были мобилизированы все структуры мэрии, которые ответственны именно за проезжую часть. Я вам могу сказать по Эксдрупу однозначно. Сейчас у нас на вкладе 4500 тонн. А было закуплено на этот год еще 10 тысяч тонн, которые возятся постоянно и возобновляют эти резервы для того, чтобы в случае плохой подвода эта зуба имела возможность для обработки дорожной части. Кроме этого, в связи с предупреждением о гололеде, премиария призывает всех, особенно пожилых людей, быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу без крайней необходимости. Из-за тумана и гололеда прошлой ночью было сложно передвигаться как по республиканским дорогам, так и по улицам Кишинева. Сегодня также было трудно передвигаться, говорят представители столичной полиции. Снег и обледенение трасс стали причиной аварий в первой половине дня. Сколько рабочих за ночь подключились к работе по борьбе с небогодой и какие советы правоохранители дали водителям, смотрите в следующем сюжете. Из-за образовавшейся на дорогах наледи автомобили двигались с трудом. Несколько интернет-пользователей написали в социальных сетях, что минувшей ночью в районе населенного пункта Стежарены десятки грузовиков заостряли на трассе. Водители предупреждали коллег, что из-за тумана и гололеда трудно проехать по трассе Кишинев-Бельце по так называемой бетонке. Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что за последние сутки дорожники всей страны обеспечивали возможность безопасного движения по трассам. На дорогах государственного значения на севере, в центре страны и на юге проведены патрульно-постовые работы и дорожные работы по борьбе с гололедом. В технологическом процессе задействовано 130 специальных машин, 1530 тонн противогололедного материала, 51 тонн на технической соли и 138 рабочих. Столицы бригады дорожников боролись с обледенением всю ночь, заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, в первой половине дня были проведены проверки тротуаров, дорог и подъездных путей во всех дворах жилых районов. Противогололедный материал распределяется по мере необходимости. За ночь все дороги, все главные второстепенные магистрали, а также подъезды к пригородным населенным пунктам, также были обработаны противогололедным материалом. Самое сложное – работать на узких тротуарах, потому что все выполняется нашими сотрудниками вручную. Опасность гололеда сохраняется, пожалуйста, будьте осторожны, сообщил генпримар, который призвал водителей и пешеходов передвигаться с осторожностью и терпением. Не удалось избежать и дорожно-транспортных происшествий. На улице Георгия Осаки в столичном районе телецентр столкнулись три автомобиля. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что после удара один из них вылетел с дороги и протаранил ограждение спортивной площадки. В результате аварии никто не пострадал. В связи с этим полиция призывает водителей к осторожности за рулем, учитывая, что по всей стране туман и дождь, и сохраняется вероятность гололеда. Водители должны управлять автомобилем осторожно, адаптируя скорость к условиям движения. Прежде чем совершать какие-либо маневры, убедиться, что участники движения уступают им дорогу. Пешеходы должны избегать движения по проезжей части, переходить улицу, только убедившись, что их заметили водители. На данный момент в столице зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, повлекших только материальный ущерб. ГИЧУЕС также выступили с рекомендациями, отметив, что пока к спасателям не обращались за помощью для буксировки или разблокирования транспорта. Очень важно, чтобы водители адаптировались к погодным условиям, чтобы автомобили были оснащены зимними шинами. Также в багажнике должны быть цепи, песок и лопата. В то же время нужно следить за информацией о погодных условиях. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни немного потеплеет. В среду температура повысится до 8 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать минус 3 градуса. На севере страны ожидается мокрый снег, а на юге и в центре дождь. И в завершение новости за рубежа. По меньшей мере 155 человек получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов возле Барселоны в Испании. Авария произошла около 7.50 утра 7 декабря. Местные СМИ сообщили, что поезда шли в одном направлении и столкновение произошло, когда один из них был припаркован на станции. По информации МИДИ, среди пострадавших наших соотечественников нет. По сообщению государственной железнодорожной компании РЕНФЕ, поезд, направлявшийся в Барселону, столкнулся с другим поездом, также направлявшимся в город, на станции Монткада. По данным местных СМИ, в настоящее время 150 пассажиров получили легкие ранения, пятеро находятся в состоянии умеренной степени тяжести, а трое были доставлены в больницу с более тяжелыми травмами, такими как переломы костей. На место аварии было направлено 7 бригад спасателей, они эвакуировали поезда и помогали раненым получить медицинскую помощь. Мы внимательно следим за ситуацией и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся, что полиция максимально быстро и эффективно проведет расследование и установит причины произошедшего. Мы связались с МИДИ, чтобы выяснить, не пострадали ли граждане Молдовы. Я сейчас проверил по нашим каналам и информацию о гражданах Молдовы не подтверждается. Пострадало 155 человек, легкие и средние ранения, но среди них граждан Молдовы нет. То есть это окончательная информация. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь. И напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин